Привет, друзья! Самое время заняться пикировкой перца, но сегодняшний наш ролик я решила посвятить немаловажному такому моменту, как подготовка грунта, подготовка почвы для пикировки. И хочу разобрать несколько советов, которые гуляют и на просторах интернета, и в каких-то, скажем так, руководствах по садоводству, огородничеству. И некоторые из них, на мой взгляд, вызывают, ну, по меньшей мере, недоумение. Итак, по поводу грунта для рассады. Ну, я думаю, что или каждый из вас сам сталкивался с таким моментом, или слышал от друзей и знакомых, когда при пикировке, скажем так, своей хорошей, здоровой, крепкой рассады в покупной грунт, Через некоторое время она начинала охереть и, в конце концов, полностью или частично загибалась. Значит, причина какая может быть в этом? Часто в покупном грунте мы уже видим присутствие каких-то удобрений. И в случае, если эти удобрения не тщательно перемешаны с грунтом, они попадают, скажем так, к корням ваших растений, ну, и происходит их угнетение с дальнейшей гибелью растений. Поэтому уже много лет я абсолютно не пользуюсь покупными грунтами. Я делаю свой личный. Это, как говорится, дешево, сердито и эффективно, чего и вам желаю. Заготавливается грунт с осени, потому что, вы сами понимаете, весной не сильно это получится сделать. И готовлю я из торфа раскисленного, песка и своего лично изготовленного, скажем так, компоста. Выходит, это дешево, как я уже сказала, и сердито. Грунт получается вот такой вот рыхлый, сыпучий. Его удобно насыпать в стаканчики при пересадке, и растение в дальнейшем хорошо себя в нем чувствует. Среди вот таких вот общепринятых советов по подготовке грунта к высадке рассады, очень часто можно встретить такой совет для того, чтобы обеззаразить почву. Возьмите, пролейте кипяточком эту землю. Давайте разберем более конкретно этот постулат. Для того, чтобы вся наша земля, скажем так, продезинфицировалась вот этим вот кипятком, это же сколько его надо сюда влить. По большому счету, вся земля практически должна быть в нем помещена, в этот кипяток, чтобы иметь какой-то результат от всего этого. И что потом делать с этим месивом, с этим, ну не знаю, сгустком грязи? Высушивать обратно, разводить грязь у себя на кухне или где вы там этим занимаетесь? По-моему, ну, совет так себе. Если уже вас очень сильно волнует вопрос безопасности грунта, то, наверное, проще его прокалить в духовке, хотя это тоже вариант не самый лучший, потому что при высокой температуре начинается разложение органической составляющей вашего грунта, что тоже не слишком хорошо. Честно вам скажу, я этой ерундой не занимаюсь. Боязнь того, что за счет компоста будут какие-то сорные растения, она не оправдывается. Ну, сейчас вот постараюсь найти, вот, в горшочке с перцем рассады видно там, да, какой-то злак пытается взойти. Ну, и там вот кое-где, если присмотреться, может быть, мшанка там одна или две. То есть, учитывая, что в состав моей почвосмеси достаточно много компоста входит, мы видим, что практически сорных растений здесь нету. Хотя я, скажем так, не обеззараживала, не прогревала, ничего с этим грунтом не делала. То есть, смысл вот этих вот всех манипуляций, особенно если вы покупаете готовый грунт, который, как правило, делается на основе торфа, а торф, он сам по себе, в общем-то, нейтральный компонент, ну, мне кажется, это все бессмысленно. Второй, в общем-то, момент, на который стоит обратить внимание, это, как я уже вот говорила, такая вот хорошая воздушность и сыпучесть грунта. Даже если у вас нет возможности приготовить собственный грунт, и вы покупаете готовый, по нынешним временам очень дорогое удовольствие, иногда смотришь на ценники, такое ощущение, что они его там этой бриллиантовой пылью припудривают сверху. Не помешает для его, скажем так, повышения еще больше воздухоемкости и пористости добавить обычного речного песка. Ну, я думаю, что, в принципе, это довольно достижимо, ничего тут сложного нет. Таким образом, вы немножко разбавите свой приобретенный грунт и объем его станет больше, и воздухоемкость его больше, и не будет он при поливе у вас, как говорится, сжиматься и превращаться в какой-то ком. То есть почва будет достаточно рыхлая. И третий момент, на что стоит обратить внимание, то, что в период пикировки рассады, не важно, что это будут перцы, томаты, там, я не знаю, еще какие-то культуры цветочные декоративные, желательно, чтобы ваш грунт, он был, ну, и не сухой, и не влажный, то есть вот, довольно сыпучий, чтобы его легко можно было сыпать в ваши стаканчики и не травмировать там молодые, такие совсем тоненькие и нежные корешочки. Таким образом, на мой взгляд, самый лучший вариант, самый дешевый и надежный, это все-таки приготовление с осени собственного грунта и его использования. Ну, а для тех, кто не может этим воспользоваться, все-таки постарайтесь взять еще песка и разбавить покупной грунт и сделать его более, скажем таким, воздушным и рыхлым.